Да ладно, блин! У меня что-то отвалилось сзади, я видел и кажется это был спойлер. Всем огромный привет, друзья! С вами Кусы, это Forza Motorsport 7, игра, в которую я давненько не играл, но которая очень сильно претерпела изменения, очень много обновлялась, оказывается, я об этом совершенно не знал, я узнал чисто случайно, и как видите, у меня там на заднем фоне стоит BMW M8. Именно на ней мы сегодня будем кататься и посмотрим ее в Forza Vista. Обалденная тачка, кажется, у меня есть новая машина, от которой я просто без ума. Раньше это была BMW C4, теперь кажется это BMW M8. И давай начнем по порядку с того, что здесь поменялось. Во-первых, гоночный магазин появился на замену лутбоксам, этих бесячих лутбоксов, на которые я тратил кучу бабла, но получал не то, что я хотел. Вот, например, костюм клоуна, белый ниндзя, Франция, Порш, вот эти костюмы и черт, я не знаю, я наверное все же куплю этого ниндзя, потому что костюм охрененный. Я бы купил еще клоуна, но 300 тысяч мне жалко. И вот видишь, в этом и плюс. Я покупаю то, что мне хочется, через 6 минут магазин обновится. Здесь у нас всевозможные модификации, например, плюс 90% кредитов за чистую езду, если мы будем оставаться на трассу всю гонку и будем кататься чисто. То есть вы можете покупать эти модификации достаточно дешево, применять их и потом использовать их. Например, у меня есть реалистичные повреждения и без использования рестарта. Если такие настройки я поставлю и поставлю эту модификацию, то я получу практически на 2 раза больше кредитов и я считаю это круто. Конечно, по-прежнему вот этот костюм белой ниндзя, который мы приобрели, я считаю, выглядит офигенно стильно и черт, ну не под эту машину. Мы возьмем какую-нибудь японскую тачечку, но пока я хочу оставаться вот в этом костюме свобода. Он, кстати, достался мне бесплатно, но я жду, когда же, наконец-то, черт подери, будет вот этот костюм, на который я не пожалею денег. Где ты, сука, есть? Я знаю, ты где-то здесь. Вот он, костюм диска. Это один из моих любимых костюмов и я с нетерпением жду, что когда-то мне выпадет этот костюм. Ну что ж, давай посмотрим, наконец, нашу BMW M8, потом на ней прокатимся. Ну, мне кажется, я не смогу отличить сильно физику, даже если она поменялась. Боюсь, что я слишком давно не катался в Forza Motorsport 7. Не знаю, почему-то вам эта игра не особо заходит, вы ее мало смотрите, но я от этой игры просто безуманно. Просто от того, хотя бы, что здесь куча машин, и которые мы можем вот так вот, бац, просто взять, снять нахрен багажник и посмотреть. Нихера себе, здесь все ради спорта, все ради скорости. И здесь, конечно же, сумочку негде положить. Здесь у нас какие-то воздухозаборники, и это очень круто. Капотик маст откроем попозже, а пока давай заглянем здесь. И неужели он сядет? Нет? О, смотри. Он просто вот так, знаешь, засунул туда башку, потому что, ну, потому что здесь нету водительского места. Точнее, пассажирского водительского. Это есть, мы на нее сейчас тоже сядем. Слушай, знаешь, эта тачка в группе GT3, и какого черта в Gran Turismo Sport нету BMW M8? Это была бы моя, одна из самых моих любимых тачек. Ну, просто посмотри, посмотри внешне. Она злая, она пухлая, у нее охренительные формы. И, блин, ну ты просто не понимаешь, чувак. Я дай поставлю обратно крышку багажника, чтобы ты увидел вот эти вот фары. Ну, ну она просто хороша. Не знаю, я от этой машины без ума не знаю, как она будет управляться. Давай, кстати, откроем еще водительскую дверь. И обрати внимание, 90 градусов. Под 90 градусов открываются двери и очень стильные зеркала. Мне нравится форма этих зеркал. Здесь, мне кажется, Forza Vista стала как-то посветлее в гараже. Но по-прежнему, по-прежнему я недоволен тем, что мы садимся в салон, а здесь, здесь темно. Мне пока еще не все видно, но я думаю, мы в гонке сможем этим всем полюбоваться. Очень серьезный каркас безопасности. Я надеюсь, не будет проблем у нас с видом из кокпита, потому что, посмотри, как здесь все надежно, все прочно. Но это мне будет мешать во время гонки. Давай заведем. Нет, 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 вылазь, чувак. Заведем мы после. Сначала давай заглянем еще под капот. И я даже не знаю, что ожидать. Слушай, это вообще не то, чего я ожидал. Вот совсем не то. И дело в том, что я почему-то думал, что здесь просто не будет свободного места. Абсолютно не будет. Я думал, здесь даже, блин, мизинчик негде будет просунуть. Все будет забито. Но нет, посмотри, здесь достаточно свободное. Я очень плохо разбираюсь именно в технических характеристиках автомобилей. И я думаю, здесь какой-нибудь, возможно, двойной турбонаддув или двойная турбина. Без понятия. Но давай, давай, давай заведем. Давай послушаем звук. Я очень надеюсь, что звук меня не разочарует. Но это BMW, так что вряд ли здесь придется... О-о-о-о-о-о-о-о-о. Мне нравится эта шипучка. А также очень удобный интерфейс, индикация. Я буду вовремя переключать передачи. Я на это надеюсь. Но, ты знаешь, я ожидал, что звук будет немножко погрубее. Но этот звук тоже хороший. Он мне нравится. Не сказать, что это лучший звук, который я слышал Все же у некоторых Феррари мне нравится звук больше И мне нравится звук Корвета, Вайпера, американских автомобилей Он такой прям мощный, грубый Но все же эта тачка хороша, давай ее наконец-то испытаем в деле Ну что ж, мы с вами начинаем гонку Я уже вижу косяк, там где руль, там не было текстур Ой, блин, ну так неинтересно, чувак Ну я только начал гонку, а там уже чувачок То есть вот такое у нас начало, да? Замечательно, как я люблю кататься против ботов Я поставил максимальное количество соперников И вот такое начало меня ждет Офигенно Забываешь этот трек, забываешь пропуск Да ладно, блин У меня что-то отвалилось сзади, я видел и кажется это был спойлер По идее вот про Джек Карси я бы Вообще не мог продолжать движение И здесь кажется то же самое, все Гонка закончилась Я конечно попробую сейчас доехать до конца Но меня уже мотыляет, как хер знает что Просто никакой аэродинамики у меня нет сейчас На данном этапе Мне больше интересно, что будет на скорости сейчас Там впереди будут сейчас Да ну нахрен, все Ну все, нет Ну правильно Самую важную деталь, сука, я потерял Да ну, блять, опять отвалился Ну что, на чем он там, на чем он там держится, а? На двухстороннем скотче что ли мой спойлер держится? Я очень надеюсь в этот раз спойлер, сука, не отвалится Он очень широкий Посмотри, какой он широкий Стоит задеть отбойник И он отлетает к чертям И мы уже знаем, какое нас ждет начало До свидания До свидания Я не знаю, в чем у них там проблема Но я не собираюсь в той пробке стоять Я уже там участвовал Мне... Я врезался в чувака спереди Мне прилетело сзади Сзади по жопе И... Ну то теперь мы с последнего сразу на седьмое Удобно Так-так-так-так-так-так Это был очень быстрый заход в этот поворот Наверное, даже слишком Я потерял время здесь Тихо, тихо, тихо Вот сейчас мы будем Я не знаю, вот что здесь с поребриками Где поребрики более достоверные Не могу знать Потому что в Гран-Террии Спорт Предыдущий поребрик перед выходом напрямую Когда вы правыми колесами его задеваете Там ты аж подпрыгиваешь Там такая... Прямо ощущается Перепад высот И тачка подпрыгивает Естественно Ну... В общем, теряя сцепление Становится нестабильней Здесь же Я на этот поребрик заезжаю И... И да, я сделал это в Феррари Тихо, 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 тихо Нет, 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 нет Нет, блядь Черт возьми, я в строю У меня отключены штрафы Иначе меня бы, наверное, уже за такой маневр дисквалифицировали Но я... Мне простительно Я немножко заболтался А здесь, ну... Это северная петля Здесь на каждом... Шагу... Тебя поджидает какая-то... Опасность Здесь стоит немножко отвлечься И все У меня, кстати, вы заметили Может быть, стоит реалистичное управление Там реалистичные настройки повреждений И так далее Но... Но... У меня стоит упрощение от трения Это офигенная штука Которая мне помогает Хотя это... Ну, это не совсем честно То есть... Когда я заезжаю на травку У меня там, ну... Очень схожее сцепление Как и с асфальтом Да, это неправильно Но... Это небольшая поблажка Вот такую поблажку я сделал себе Потому что, ребят, ну мне тяжело Мне тяжело из одной игры сразу Пересесть в другую В которой я давно не играл Все же физика разная И к этой физике, ну... Согласитесь, надо привыкать Нужно время Время, которого у меня не было Так что... Извините, но... Вот этот вот сейчас момент Когда я вылетел За пределы трека Но, согласитесь, он был С виду не очень реалистичным Он выглядел Я уже не помню, о чем я вам говорил Кстати, сзади За мной едет Ford GT Уже, кстати, я неплохо так от него оторвался И... Я не знаю, как вам Но... Что новая Supra Что новая Ford GT Что новая Honda NSX Ну, исключение Honda NSX Новая там Она мне сначала не понравилась Сейчас Я как-то немножко по-другому стал относиться К этой тачке Ну... Стала нравится Признаюсь честно Стала эта тачка Мне нравится Но вот Что касается новой Supra Воу, небольшой занос Но я ее поймал Что касается новой Supra И нового Ford GT Вообще не нравятся Этим автомобилям Я не знаю, как они по управлению По техническим характеристикам Но визуально Черт подери Это уже не те автомобили Вот вообще не те И... Черт Я не знаю, где обогонять эту Ferrari Я бы мог сейчас здесь это сделать Но это было опасно Ладно, едем дальше Воу, воу, воу Ford GT Это вот из-за этого маневра Когда я приблизился к Ferrari Пришлось нажать немножко на тормоз Чтобы ее отпустить И меня сразу же сдогнал Ford GT сзади То есть настолько я Подъезжаю к карусельке Извини, извини, парень Это... Один из самых грязных обгонов И сейчас мы с ним Вот так вот параллельно Выезжаем на эту карусель Я оказываюсь впереди Грязно, грязный курс Ну, что поделать Я не специально Я вам говорил Мы сейчас подъезжаем там К какому-то повороту А сам... А сам... Короче, я думал совсем о другом повороте И, естественно, я тормозить уже начал очень поздно Очень поздное торможение И чудом, что я вообще куда-то не влетел Не разбился в лепешку здесь Но... Здесь, кстати, вот все равно Даже если реалистичные повреждения стоят Они... Ну, такие вот Я сейчас там попихался немножко с Ferrari Но по-прежнему Мне это никакого дискомфорта не Не испытываю я Если проджекарс даже вот так вот Немножко С кем-то Перетереться, скажем так, да Потереться друг об друга Удариться там То... Там появляются всякие проблемы С аэродинамикой моментально Там может Банально тачка перегреться Если поврежден будет радиатор И так далее Здесь Здесь вот я вылетаю Сука Я вылетаю, потому что Этот поворот какой-то другой Ну, серьезно Я уже Хер вот учу раз здесь вылетал Серьезно Вот этот поворот Он более резкий Чем в Gran Turismo И, короче говоря Вот Здесь есть повреждения Но Чтобы что-то Отказывало, да Чтобы что-то Начинало плохо работать То здесь надо Нехило так приложиться Ну, исключение Разве что спойлер Вот спойлер Потерять здесь Именно на этой тачке Ну, очень легко Давай, 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 давай Может быть получится Хотя бы подиум У меня занять здесь Да ладно Это вот эта мини-каруселька Вообще я ее не почуял здесь Нет, все же Не знаю, ребят Не знаю Все же как-то Gran Turismo Sport Не рельеф Именно этого трека Нравится больше Но отлично Это первый раз Когда я доехал До, можно сказать Вот этой Финишной прямой Поэтому этот поворот Я пощупал только что Первый раз И, естественно Он также был Отличался От того, который В Gran Turismo Sport Поэтому Ой, черт Но все же Сложность Вот любая Сложность Практически во всех Играх Сложность Если не самая Высокая А даже там Предпредпоследняя То соперники Они на прямых Гораздо медленнее Чем вы едете И это сейчас Будет борьба За третье место Возможно Я начал тормозить Рано Но Нет 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 Чувак Не видать Мне третьего места Похоже Да Четвертое Ну Знаешь Мне кажется Сойдет Да Я мог бы И лучше Но Вот это вот Маняк Примерно Пятая Или шестая Попытка Но К сожалению Вот так И самое интересное Ой Блин Вот знаешь Почему я хотел На подиум Я хотел на третье место Чтобы вот хотя бы Вот там Красоваться А Но Нет Нет Мы сюда не попали Но Я сражался Как лев Я сделал Все что мог Итак Мне интересно Сколько кредитов Я заработал И Что ж Я потратил Девять С половиной тысяч На модификацию И благодаря Этой модификации Я получил Плюс Тринадцать С половиной тысяч Кредитов Ну так себе Вложение Что-то В общем Всего Пятьдесят Две тысячи Кредитов С этой гонки Но Это Свой заезд Был Если ехать Какую-нибудь Карьеру Я думаю Там Будет Побольше Бабосиков Нет Ты посмотри Какая Все же Злая Такая Акула Злая Такая Морда Знаешь Немножко Такая Со Злым Оскалом Офигенная Тачка Мне она нравится Но не за этим Я сюда Себя Привел Смотри Смотри Какой Пупок Там Стоит На заднем Поне Вот Серьезно Я думал Мне показалось Но Это прикольно Что в этой игре Вот знаешь Не все Такие Стройненькие Я вот Просто Смотрю На задний План А там Ну реально Стоит Такой Здоровый Пупок Ладно Это все Что я вам Хотел Показать Здесь В этом Отрывке Давайте Я вам Пару слов Скажу О мультиплеере Forza Motorsport 7 Мне кажется Он изменился Потому что Раньше Я заходил Мультиплеер Здесь Как-то Все Немножко По-другому Было Мне кажется Меньше Вот этих Вот Вариантов Было Заездов Теперь Их Очень Много Может быть Я путаю Может быть Это было И раньше Но По-моему Все же Этого Не было Итак У нас Есть Основные Принципы Скорости Здесь Ничего Интересного Мало Здесь Вкратце Будет Хреновая Погода Не всегда Это дождь То есть Это может быть И туман Еще Ну в общем-то Здесь Непривычная Погода Может заставить Вас Понервничать Но Тем веселее Будет Гонка Также Гоночный Дверь Hot Wheels Здесь Небольшие Тачки Будут Это Холл Только Для Hot Wheels Отмечаем Половековой Юбилей Миниатюрных Авто Меняющаяся Категория Это Типа Мультикласса Как в Гран Туризм Спорте Просто тыкаешь И тебя Уже Закидывает В лобби К другим Игрокам То есть Здесь Онлайн Очень даже Большой В этой игре А не как Других Той же Прожикарс Когда заходишь Там 2-3 сервера Более-менее Нормальные Где много Человек Играет И все Принудительная Амалгация Реалистичные Повреждения Разрешенный Тюнинг И утроенное Количество Кругов То есть Здесь Достаточно Серьезные Заезды Также Призрак Современные Горячие Хэтчбеки Я так думаю Здесь Видимо На столкновение Будет невозможное Аркадное Повреждение Возрождение Хот-родов Тоже прикольное То есть На стареньких Тачках Покататься Реалистичные Повреждения Герои Ралли Класс Е Класс Д То есть Здесь пошло Все Распределение По классам Также Открытые Встречи Есть Также есть Дрифт Аэродром Дрэг Здесь занять Давай попробуем Подключиться К гонкам На выносливости Я покажу Как это работает И вот Мне стоило Нажатие На присоединиться К игре И смотрите 20 из 24 Водителей У нас Голосуют люди За следующую трассу Гонка заканчивается Через 20 секунд Можно посмотреть Кто здесь На чем катает И видимо Кто какие тачки Использует Кто какие костюмы Использует И так далее В общем то Я Как настоящий Ниндзя Дайте я вам Себя покажу Вот он Мой костюмчик И моя BMW Так Срочно Срочно выйти Там через 2 секунды Уже заканчивалась Гонка И начиналась бы Новая Также можно посмотреть Например Жмете на X И мы увидим Категорию машин Forza GT Без упрощенного трения Я катался С упрощенным трением В этом выпуске Но это Очень сильный чит То есть Вы выезжаете на травку И едите практически Так же Как и по асфальту Ну вы понимаете Это не дело В серьезных состязаниях Это все Отключают Здесь по моему Везде Без упрощенного трения Хотя нет Вот здесь можно И с упрощенным трением Кататься В общем Вот так выглядит Онлайн В этой игре Я думаю Очень даже неплохо То есть Онлайн Здесь действительно Видимо Достаточно высокий И как-нибудь Я сниму серию И у нас тут Новые костюмчики Я опять зашел В магазин И Заклейки Вам знакома Истинная мощь металла А Заклепки Вот что Блин Ну Слушай Он похож больше На мухомора Я Боюсь сюда заходить Потому что Я буду спускать Все деньги На эти костюмы Хотя я знаю Что нужно оставлять Бабосики Для того Чтобы покупать Новые тачки И на них кататься Также я понял Что я допустил Некую ошибку Надо было мне купить Несколько модификаций И сразу Три модификации Поставить на гонку Тогда там бы был Ну Практически В три раза больше Прирост кредитов И я бы заработал Очень много Денег Ну а мы с вами Приближаемся К завершению этого выпуска И под конец Я оставляю голосование Где мы будем Участвовать дальше Это будет Формула Форд Заря горячих хэтчбеков Дрекнас На Кальге Нет Там скучно Групповое ралли Форза Спортивное купе Или Носкар Вот здесь вот Подсказочка будет Там выбирайте А если наберем 500 лайков К этому выпуску То Если здесь наберется 500 лайков Я очень сомневаюсь Потому что Форза Моторспорт 7 Вам не особо заходит Но тем не менее Если наберем 500 лайков Будет выпуск Именно в онлайне По Форза Моторспорт 7 Скорее всего Это будет как раз Форза GT Вот это вот Серьезное состязание Где утроенное количество кругов Я думаю Будет весело А на этом я буду с вами прощаться Друзья С вами был Кус Вы были на канале Коскос Рейсинг И до новых гонок Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok